Привет, мои хорошие, с вами Светлана и сегодня у нас рубрика Фаберлик Беспрекрас. А это значит, что впереди вас ждут самые честные и достоверные отзывы. Баночек много, так что наливайте себе чайку, поехали. Так, первое, что покажу, это макароны. Макароны не чаю. Уже несколько пачек съели, 158,73 артикул и в принципе все довольны. Все довольны, все прекрасно. Обычные макароны не обладают никаким специфическим вкусом, когда по акции по 50 рублей, даже дешевле уходят со скидкой консультанту, но это великолепная цена. На макароны весом 400 грамм, это прям великолепная цена. Еще когда ты понимаешь, что ты ешь полезные макароны из твердых сортов пшеницы, где мультизлаковый состав, ну это вдвойне приятнее. Так, дальше у меня отзыв на маску, девчонки, мачо. Я, конечно, неправильно ее сделала, но тем не менее. Так, артикул ее 0071. Но вы знаете, что я вообще в принципе вот эти маски не люблю, потому что у многих лекал есть залом, который остается потом на коже лица. Надолго. То есть если делать, то на ночь. Это во-первых. Во-вторых, я в этот раз не смыла, хотя здесь по инструкции у нас с вами нужно ее смывать. Снимите маску. Нет, слушайте, эту не нужно смывать. Распределите остатки по коже. В общем, у меня дикие подкожники с утра. Просто практически весь подбородок в прыщах. Огромный подкожник вот тут. Ну, они у меня быстро проходят пару дней, я как бы от них избавляюсь. И я остатки сыворотки еще распределила по декольте, по ручкам. Ее здесь прям много. У меня вся кожа покраснела, покрылась красными пятнами. Через минут 15 это все дело прошло. Но тем не менее вот так. То есть у меня вылезли прыщи. У меня, у которых прыщи не вылезали даже в подростковом возрасте. Поэтому я прям была дико удивлена. Я помню, что их надо было смывать. А тут нет, оказывается, нет, не надо. Вот, пожалуйста. Причем эта маска препятствует появлению разного рода раздражений. Успокаивает. Вы представляете, я человек абсолютно не аллергичный. С утра проснулась в прыщах. И после сыворотки у меня все руки были в красных пятках. Не знаю, что там такое произошло. Не могу сказать. Так, гель для душа. Лавали Моменс. Детская вот такая вот зимняя лимиточка-линейка. Артикул 2968. Все эти лимитки прекрасные. Три плюса. Крис использовали как пену для ванны. Пенится хорошо. Густые. Расход маленький. Ничего плохого сказать про этот продукт не могу. Целых две пены из линейки Ума. Меняющий цвет. Очень нравится девчонкам с ними купаться. 2882. Артикул. Пенится хорошо. Расход тоже маленький. Здесь такая пена практически цветом как флакончик. И при соприкосновении с водой она превращается в яркую синюю. Как вот эта ящерка. В общем, меняет цвет. Очень детям весело, интересно и здорово. Сама пена, она как бы белая. А вот водичка окрашивается в ярко-синий цвет. Дальше. Гель для унитаза. Для очищения туалета. 7 в 1. Артикул 302.92. Все гели Фаберлик для унитаза очень хороши. Кстати, лайфхак, кто не знал, ими прекрасно можно очищать швы между плиткой. Они прям хорошо работают. Потому что справляются со сложными загрязнениями. На ура. Наношу под ободок. Везде, везде, везде. Заливаю. Оставляю на 5 минут. Прихожу, смываю. Все. Идеально чисто. Все прекрасно. Вот этот, кстати, меняющий цвет тоже. Он, на мой взгляд, самый мощный. Раньше мне казалось, что они одинаковые. Но нет. По наблюдах все-таки решила, что может быть у старых составов изменились. Он пока самый мощный. Жидкое мыло для рук из линейки Beauty Cafe. Один из любимых мною ароматов этой серии. 2933 лаймовый сорбет. Классное. Безумно густючее. Практически, видите, не стекающее. Я добавляю дозатор. У меня мы пенкой для рук пользуемся. Здесь вспениватель. Переливаю туда немного. Разбавляю с водой. И пенкой мы моем руки. Нам так нравится больше. В связи с чем вот этого плакона хватает очень-очень надолго. Поэтому, да. Так, что у нас тут еще интересного из серии Дом. Любимейший кондиционер. Бальзам для белья. Артикул 308-56. Он у нас с вами идет 0+. У него очень деликатная, нежная дожка. Кто не любит ярких ароматов на постиранном белье, вам понравится. И от него безумно мягкое белье. Много раз уже говорила. Но для тех, кто может быть смотрит впервые отзыв на этот кондиционер, повторюсь. Что белье после него самое-самое мягкое. Он лучше всех. Смягчает белье из всех кондиционеров. Дальше. Закончились вот такие вот капсулки. Гранулки. Парфюм для белья 308-46. Зелененький. Мне больше всего нравится зеленый-желтый аромат. Сиреневый как-то не очень. Но тоже, в принципе, имеет место быть. Тут даже одна есть. Вот такие они малюсенькие. О, аромат сейчас прям на всю комнату. Слушайте, надо вот эту банку где-нибудь поставить. Она прям будет благоухать. Здесь цветочки. Здесь зеленушечка. Здесь очень вкусный такой красивый весенний букет. Прям вот притягательный. Даже немножко яблочко зеленого. Свежий весенний классный парфюм. Мне очень нравится. Прямо открытым. Пока поставлю. Пусть стоит, благоухает. Так, дальше. Дальше гели для душа. Парочка лакрем. Любимейший гель для душа тоже Фаберлик. Это мицеллярный гель. Здесь 250 миллилитров. Большой объем. Цена адекватная. 86,59. Ну, как адекватная. Вообще, Фаберлик все дешевле всего, я считаю. Я просто недавно почитала свои посты четырехлетней, трехлетней давности и смотрю, а цены такие же. Абсолютно такие же. Если в магазинах уже задрали, если другие сетевые задрали, Фаберлик такие же. Там 10 рублей. Ну, порошок вот самое дорогое, да, там, подорожал на 30. На 30 рублей, да. На 30. За несколько лет. То есть, ну, вообще. Поэтому неадекватная цена, а все очень дешево. Так, артикул 86,59. Это мицеллярный гель для душа, который с молочными протеинами. Алоэ вера. Он очень деликатно, вкусненько пахнет. Знаете, такая душечка. Ну, вот свеженькая зеленушечка тоже, кто любит отдушку алоэ. Он хорошо пенится. Не скажу, что прям от него много пены. Но он действительно хорошо пенится. Он абсолютно не сушит кожу. И очень круто очищает. Мне нравится вот эта вот отдушка, которой практически нет. Но в то же время она такая свеженькая. И прям вот выходишь и чувствуешь себя реально чистой. Гель для душа новинка Стора Д'Амора, который аметист у нас с вами. Артикул 33,73. Израсходовала уже пенится отлично. Тоже расход маленький, очень густой. И очень приятная душка. Я уже в обзоре заказа говорила, что хочется прям парфюм. Он такой классный. Классный гель для душа. Имеет место быть. Стоит копейки. Здесь объем маленький. Ну, как маленький? 200 миллилитров. Вот кажется, что маленький. Здесь 250, здесь 200. А кажется, что тут как минимум в два раза меньше. Нет, здесь 200. Все нормально. Так, любимая интимка из серии Фаберлик Эксперт Фарма. Где вся продукция именно в этой линейке с красным крестиком космецептика. То есть обладает еще и какими-то такими полезными свойствами для организма. Артикул 16. 40. Любимая интимка. Именно вот в этом формате. Средства нигель. Гель мне сушил. А больше никаких средств даже не рассматриваю. Оно настолько деликатное. Настолько приятное. Не знаю. Не сушит. Ничего. Все отлично. Все нормально. Плюс здесь у нас с вами тоже, по-моему, молочные протеины, если я не ошибаюсь. Сейчас. Молочные кислоты. Да. Вот. Так что все отлично. Все нормально. Я переливаю единственное во флакончик с дозатором. Но можно вот даже, допустим, во флакончик из-под ума перелить. И как бы удобно пользоваться с носиком. Это 1+. Артикул 27.92. Средства для деток. Есть и 0+. Как бы все, что душе угодно. Хорошо. Ну, не хорошо, но чуть получше, чем 0+. Плюс пенится, как пена для ванны, не использую, мало пены. Как подмывашку, деткам. Все отлично, все замечательно. Так, дальше. Покажу прям шампунь, который покорил, девчонки, Фаберлик. Вот если вы себе шампунь не нашли, присмотритесь. Вот этот шампунь, причем это летняя, не знаю, лимитка, не лимитка, я что-то в каталоге не видела, мне кажется. Артикул 1.998. Здесь у нас концентрированный, а нет, не летняя лимитка, это концентрат, концентрированный шампунь. Он якобы минимализирует расход. Его нужно совсем чуть-чуть. Вот прям крутой. Вообще, ухаживает за волосами потрясающе. Я после него ни бальзамы, ни никакие смывашки не использую. Волосы так мягкие и без потери прикорневого объема. Вот он очень крутой, прям очень. Я шампунь периодически меняю, на постоянной основе ни один как бы не использую. И вот допользовала только, а купила как только он появился. Ну, раз в неделю, может, я им пользовалась, может, пореже забывала. Но он прям классный. Он действительно классный. Ни зуд кожи головы, ни сухость не вызвал. В то же время волосы выглядят прям вот обалденно после него, и ничего больше не нужно. Ну, как бы все мы разные, да, но я достаточно придирчива к шампуням. Мне тоже, как и многим из вас, мало какие подходят. Фаберлик. Вот этот прям восторг. Вот прям удивилась даже. Так, дальше два спрея Dream Therapy. Ксюшка, как всегда, ими пользуется. Перец сном распыляет. Любимый ее спрей 2559 артикул. Две штуки отправляются в мусорку. Так, дальше. Паста любимая Крис с бананом тоже из линейки Ума. Она у нас с вами 3+, но мы ей пользуемся с двух лет. Потому что в ней нет совсем мят и ментола. И она у меня придирчива тоже к пастам относится. Вот это вот я и зашла, и слава богу. 28,86 артикул. Очищает эмаль хорошо. Все прекрасно. Вообще детские пасты Фаберлик у меня никаких нареканий не вызывает. Ксюшка уже сколько лет только ими пользуется. Все отлично. Так, легендарный кислород. Гамаш. Моя любимая вещь вообще просто. На утреннее умывание. Артикул 0,271. Это типа скраб, но не скраб. Это гелевая прозрачная консистенция с вкраплениями. Не прозрачная, вру, такая ментоловая. С вкраплениями мелких частичек по типу содового скраба. Но их не так много. И очищает кожу прям прекрасно. На ура. Прям на ура после ночи. Знаете, так свеженько, хорошо. Чувствуешь, как кожа дышит. Как будто здесь есть какой-то ментольчик. То есть потом такая легкость на лице. Мне очень нравится. Прям на ежедневное утреннее применение заходит шикарно. Так, три БАДа у меня закончились. Любимка моя, Energy Boom. Тем, кто ведет активный образ жизни, любит все успевать. БАД этот понравится однозначно. 157,27 артикул. Здесь у нас с вами по типу энергетика, только без всякой вредной химии. Здесь кофеин. Здесь гуарана. И еще немножечко антислеживающих агентов. Я по одной штучке в завтрак вместе с другими пищевыми добавками. И все very good. Не выспался, ничего страшного. Но от не выспался еще вот параллельно сейчас пропиваю. Витамин D3, Секреты Востока и вот Energy Boom. И вот три этих пищевых добавки. Они дарят энергию, даже если поспал 5 часов. Вот реально. День на пятый я заметила после того, как начала пить Секреты Востока и витамин D3. Потому что до этого у меня был только Energy Boom. И такого количества энергии не было. Секреты Востока, они тоже дают хорошее самочувствие, бодрость, хорошее настроение и желание просыпаться. По утрам они валяться в постели по несколько часов. Поэтому рекомендуем. Дальше один из любимейших. Ноу-стресс. Сейчас буду еще брать закончился. Потому что тоже такая необходимая штука. Мне безумно нравится и импонирует состав. Потому что он работает не только как облегчение засыпания и так далее. Он работает еще как легкий антидепрессант по составу. 157-25. Антидепрессанты нужны всем нам. Ну, я имею в виду в хорошем смысле слова. Здесь у нас что сейчас скажу? Ну, глицин нет. Здесь большое количество, во-первых, магния. Он вообще на ежедневной основе всем необходим. Мелисса. Это все понятно. Витамины группы В, которые тоже нервную систему у нас с вами в порядок приводят. Так, еще у нас что? Диоксид кремния, пассифлора. И вот этот классный очень компонент 5-гидрокситриптофан. Вот он. В общем, классная штука на самом деле. Улучшает настроение. Если вы там часто орете на мужа, на детей, особенно когда они делают уроки, я вам рекомендую. Я уже давно не орую. Так, дальше. Достала трехступенчатую систему для похудения. Допить у меня там совсем чуть-чуть, поэтому как бы так. Это гидральное очищение. Зачем? Зачем и почему? 157-73. Вот эта именно пищевая добавка, она отвечает за вывод лишней жидкости из организма и за нормализацию стула. То есть, если вы тут вдруг весне резко решили сесть на правильное питание, и у вас начались проблемы со стулом, вам это надо. Потому что все мягко, все деликатно, все отлично. Происходит очищение. То есть, избавление от отеков, вывод лишней жидкости и мягкое очищение кишечника. Вот как работает этот преп... Не буду это слово говорить. Это пищевая добавка. У меня тут сыворотка течет от маски коллаген. Вообще по страшной силе. А вот это вот хорошая штука. Вот это вот очень нравится. Недавняя новинка. Маска из линейки коллаген. 1384 артикул. Она такая синенькая, гидрогелевая. Сейчас прям обмажусь. Что-то я упустила этот момент. Синенькая. Ой, как много. Представляете, здесь очень много сыворотки на остатке. Прямо на все тело, на ручки, на ножки. На все-все-все. Очень классная гидрогелевая маска, которая... Ой, как много. Заключена у нас с вами тут параллельно... Ивану, Светлана. Две такие белые оболочки. То есть их нужно снимать, когда вы ее делаете. Сначала снимаем первую, прикладываем маску на лицо. Потом снимаем вторую, когда на лицо приложили. И ходим. Какой результат? Лицо упругое, сияющее, хорошенькое, увлажненное. Без утяжеления. То есть смывать потом ничего не надо. Мне очень нравится. Вот эта масочка прям форева. Так, дальше у нас с вами две сыворотки. Одна нет, другая да. Первая это Биройл. Артикул вам не скажу. Здесь на этих стеклянных баночках нет. Обе, кстати, в стекле. Обе, кстати, одинаковые вообще. Ну вот по исполнению. Размеры разные. 0785. Вторая Реноваж. Здесь есть артикул. Напечатали. Мне не понравилась сыворотка Биройл. Я не увидела от нее эффекта. Но все мы разные. Как бы это нормально. Никакого эффекта не увидела. Даже увлажнение. Совсем легкое, легкое, легкое. Я не повторю однозначно. Мне не зашло. А вы напишите, зачем вот эту баночку использовать. Можно стеклянную. Она такая красивая. Что туда налить, девчонки? Так, дальше у нас с вами Реноваж. Вот это сыворотка прям для моей кожи. Вот я прям в восторге. Кто мне ее советовал. Девочки, еще раз спасибо. Помню, кто-то на ютубе писал. Вторую уже взяла. И просто восторг. Она такая как будто масляная. С ней легко можно делать массаж лица. А с гуашей или ручками она это позволяет. Первые несколько минут. Ручки прям скользят великолепно. Потом она впитывается. И вы получаете упругую, красивую, подтянутую, увлажненную кожу. Не стесняюсь даже этого слова подтянутую. Потому что если я прям следом не наношу крем, а вот нанесла сыворотку и все, вот на лето мне, допустим, будет этого достаточно. Никакого крема, вот эта сыворотка после тоника и все. А сейчас нет. Сейчас хочется нанести. Но если я вдруг не нанесла, где-то заходила, прошу 10 минут, я чувствую натяжение кожи. Чувствую вот это натяжение. Мне хочется вот чем-то ее смягчить еще сверху, увлажнить. То есть работает, реально работает вещь. Мне безумно понравилось. Но опять же, все мы разные. А я пользуюсь ей вот второй флакон на постоянной основе. Мне очень-очень нравится. Так, ну что, мои хорошие, на этом все. Ссылочка для регистрации Фаберлик, как всегда, под видео. Всех люблю, целую. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok